Истина Истина Основа чистого счастья Синоним добра Некое невыразимое внутреннее знание, которое можно и нужно выражать, пытаться делиться с себе подобными, такими же ищущими истину, чтобы искать вместе Требует постоянного поиска, в противном случае уходит Следуя Федору Михайловичу Достоевскому и Владимиру Сергеевичу Соловьеву, если истина равна добру, то содержит в себе и красоту, и доброту Далее, камертон духа Это какой-либо конкретный образ добра Следующее Личностная Конституция Это система личных принципов, главных убеждений, установок, выводов, конов и так далее Любовь С большой буквы Это дух единения Ощущение сопричастности Счастья взаимной необходимости Одно из высших состояний духа Позволяет понять обусловленность зла Понимание это ведет к снятию обвинения Прощению в глубине души К адекватному поведению То есть это и не значит, что Если понял кого-то, но он не нравится при этом И ведет себя как бы Асоциально То заключать его в объятия и так далее Нет Но поведение по отношению к нему будет адекватным С пониманием Надо его где-то наказать Значит, наказываем Но с пониманием и человек это почувствует Он почувствует по отношению к себе Заботу Причем понимающую, любящую заботу Иногда люди нуждаются в том, чтобы их остановили Твердо и даже где-то жестко А только тогда они разворачиваются к добру Парадокс Позволяет увидеть добро сердца как истинную сущность То есть любовь позволяет увидеть добро Собственное и добро того На кого Ну, кто симпатичен Кто Кто нам не просто нравится А он привлек наше доброе внимание Вот Позволяет принять Как себя, так и ближнего Как аватаров Аватаров любви Аватаров добра Позволяет ощутить счастье общести В этом духе Духе добра И прежде всего Конечно же Этот дух Является духом любви Нам То есть главной своей ипостаси Следующее понятие Маяк жизненного пути Это метафора наивысшего как цель Один из синонимов добра Опять же Ну и наконец Позитивное мышление Это направленность мысли Прежде всего на добро Приоритетность мысли о добре Как проявление постоянного намерения То есть С тех пор Как я озадачил себя Следованием добру Мое мышление Все больше Стает подлинно позитивным Добрым Пробужденный Это нацеленный на добро Образ которого он обрел Создал его Настроенный видеть добро в каждом Увидевший его в лице ближних своих Ушедших из живых Увидевший его Воживший вдруг природе Насколько все вокруг начало Оживать, радовать Настолько я и пробуждаюсь Насколько увидел мир добрым Настолько и пробужден Рай Это состояние души Чистое блаженство Чистое счастье Реальность Это текущий момент В полноте ощущения А полноту Дает Ощущение добра То есть сначала Добро А через добро Обретаем полноту жизни Полноту Реальности Самопрограммирование Это когда сам себе Как биокомпу И своему окружению И пользователь И обслуга Сисабмин Программист Модератор Техник Следующее Свобода Как ощущение Это следствие Взятой на себя Ответственности за жизнь Ответственности за себя За свои мысли И действия Это Свобода Это следствие Исполнения долга Перед добром Когда обязываешь себя Служить Добру Мира Свобода Действий Может стать причиной Принятия на себя Ответственности То есть Ощутил эту свободу Жить как хочу Понаделал ошибок Наполучал Тумаков И Начинаешь Понимать Что Все зависит От тебя Все это Как раз Реальность Принятие Обретение Полноты жизни Оно лежит Через Принятие на себя Ответственности Вот Это не значит Что Во все нужно Вмешиваться Или испытывать Там Какую-то вину По поводу Того что Не можешь Чего-то сделать Но это значит Что Начинаешь делать То Что доступно В первую очередь То что Интересно То что Необходимо И Из того что можешь Вот так Например Иногда Учат Плавать Бросая В воду Одного Свобода Это Привилегия Человека Как бы В качестве Капитана Жизни В качестве Отца Самому себе И Отцу И Доброму Миру То есть Человек Который Заботится Об окружающем Мире О природе Скажем Сажает Деревья Бережет Бережет Природу Ну и так далее То есть Тут понятно Все В этом смысле Это воля Управлять Собой Свобода Это воля Управлять Собой То есть Когда человек Сознанно Использует Волю Для Того Чтобы Управлять Собой Своим Вниманием Мыслями Образом Жизни Поднявшись На капитанский Мостик Духа Твердой Рукой Направляя Своё Существо К цели Вкладывая В это Устремление Весь Жар Души Вот тогда Свобода Будет Доброй Освободиться Пробудиться Значит Увидеть Добро Как Главный Смысл Как Желанную Цель Как Путь Счастья Автор Логотерапии Виктор Фланг Считал Что Освобождается Только Имеющую Волю К смыслу Если Ему Удаётся Встретиться Со Сверх Смыслом Сверх Смыслом Я для себя Называю Добром С большой буквы Следующее Понятие Ну В продолжении Как бы Темы Свободный Это Обязавший Себя Быть Счастливым Добре Насколько Отдаю Себя Этому Святому Долгу Настолько Для меня Исчезает Суета Настолько Я вижу Цель И во Всем Путь К ней В том Числе В каждом Обыденном Деле Поэтому Бытовуха Начинает Радовать Перестаёт Заедать Ведь быть Хоть чем-то Нужным Добрым Людям Это Счастье Смирение Только Перед Добром Подлинное Смирение В достоинстве Добра Сердца Смириться Значит Обнаружить Единство С добрым Миром Миром Добра Ощутить Это Единство Смысл Жизни Испытать Все Выпавшее На долю Чтобы Прийти К необходимости Преследования Наилучших Чувств И Состояния Необходимости Искать Пути К ним Испытывать Эти Чувства Глубоко И Постоянно Быть В этих Состояниях